Добрый день, друзья! В этом видео я хотел еще раз поговорить про освещение рабочего места художника. Правильное освещение – это чуть ли не одна из базовых условий грамотной работы у художников. Важнейшая вещь, особенно в наших широтах, Москва, света не хватает катастрофически. Даже у меня в мастерской два окна, их не хватает. Они большие, но недостаточно большие, чтобы бывают такие темные дни, что ты просто не можешь работать без освещения месяцами. Это нужны или очень большие такие студийные окна, или же добавлять освещение. Вот сегодня март, уже ясный денек, работать можно. Кстати, солнце тоже мешает работе художника. Но я к тому, что вся зима была при искусственном освещении. Вся зима. У меня есть видео старое про освещение. Оно правильное, в принципе. Но в этом видео будут кое-какие дополнения. Так вот, этой зимой я решил раскошелиться, поставить себе нормальный свет, правильный. Надоело работать при таких лампах. Они вроде бы хорошие. Вот такие лампочки энергосберегающие, или как их называют, светодиодные. Хорошие лампы. Написано, что-то 80 и более процентов цветопередачи. Но не совсем так. Ну, может быть, 80 и есть, но их недостаточно. Ты чувствуешь... Вот я поставил себе... Я вставлю, мне еще неудобно, камера прикреплена. Я потом поставлю это все картинками, окошками. Поставил себе целую батарею хороших ламп с цветопередачей 98 или 99, я уже не помню. То есть ты это чувствуешь просто невооруженным взглядом. Ты включаешь их и сразу чувствуешь, что да, красное – это красное, синее – это синее и так далее. Вот я даже специально делал вот такие выкраски, сравнивал при одном свете, при втором. Я, может быть, так же, Вася, вставлю, что у меня получилось. Если получится, вечером отсниму, что дает нам вот такой цвет и вот такой. Разница. Не знаю, как камера возьмет, а глаза это замечают очень хорошо. Итак, вечер. Ставлю достаточно чистый эксперимент с акриловой выкраской и двумя источниками света. Выкраска. Акрил на картоне, на грунтованном картоне, полоски чистого цвета. Слева профессиональные лампы, целая батарея профессиональных ламп Philips Master Graphica с индексом цветопередачи 98%. Справа – одна большая лампа, светодиодная, типа Гаусс, не самая плохая лампа, хорошая качественная лампа. Светодиодная с индексом цветопередачи 80%. Или, как на коробочке написано, больше 80%. Складываем картонку пополам. Слева попадает только свет профессиональной лампы, справа только светодиодная лампа. Вот здесь, где у меня кисточка, я замерял экспонометром середины экспозиции. Вот на матовом картоне это видно. Примерно и тут количество света, и тут количество света одинаковое. Да, кстати, отвлекусь немножко в сторону. Большие источники света, рассеянные, дают приятную мягкую тень, при которой хорошо работать. Света хорошие. При жестком свете у вас каждая пупырышка, каждый мазочек, каждый узелочек на холсте будет давать жесткую тень, и вам захочется все время что-то смягчать. Я к тому, что работайте минимум при двух-трех источниках света, а лучше при чем-нибудь рассеянном источнике света, вот как у меня слева. Так вот, начну с желтой. Смотрите, какая разница в желтом. Здесь теплый, яркий солнечный свет, здесь он хоть и немножко светлее кажется, но лимонный, совсем другой оттенок. Такой грязноватый лимонный. Это еще при условии того, что моя камера, Canon Legria, неплохая камера, но ее сенсор не берет эту разницу полностью, как видит глаз. Глазу воочию все вот эти различия намного более очевидны, еще более очевидны. Оранжевый. Смотрим. Оранжевый здесь чисто солнечное оранжевое. Вот здесь даже камера берет вот это. Здесь он такой серовато-оранжевый, намного потухший цвет. Красный. Видим, здесь алый красный. Здесь такое чувство, что коричневого или там черного немножко добавили. Кстати, про коричневого. Вот здесь коричневый, он отзывается полностью хорошо. Цвет здесь, он такой протухший, такой какой-то никакой, серовато-коричневый. А коричневый – это оранжевый, темно-оранжевый. По зеленому вопросов нет. Ни по светло-зеленому, ни по темно-зеленому, как, собственно, и по синему. По голубому, по синему вопросов нет. Я выведу на экран спектр светодиодной лампы. Там как раз-таки и синие, и зеленые хорошо представлены. То есть они горят хорошо. И синие, и зеленые краски в натуре, на них отзываются хорошо, полностью. Чего не сказать, например, о бирюзе, который между ними расположен в спектре. И причем не то, что, я бы сказал, критическая разница. Вот бирюза, видим, она яркая, хорошая, чистая. Здесь она как будто с серой или коричневой краской. То есть она не отзывается. Здесь бирюзы мало идет, мало дает источник света бирюзового спектра, и поэтому бирюза не отзывается. Чем это критично, сами понимаете. Пишите вы, например, море, какие-то моменты пытаетесь зажечь, а на утро у вас эти достаточно яркие бирюзовые оттенки вообще начинают просто кричать, и картина разбивается. То же самое может произойти, у меня это много раз происходило, когда на зеленом цвете ты пишешь вечером что-то красное или желтое, а на утро это все, например, в траве, в маке красное, они просто выпьют вот это все красное, и картина рассыпается. Синее небо, зеленая трава остаются прежними краски, а какие-то другие вот эти теплого спектра краски, они просто начинают быть очень яркими, несобранными. Все время на утро хочется собрать картины, немножко растушевать, кое-где пригрязнить. Вот это я сталкивался с этим постоянно. Фиолетовый, темно-фиолетовый не очень заметно, хотя фиолетовый тоже в спектре светодиодов фиолетовый не представлен. Розовый, тепло-розовый, видите, какая критичная разница. Просто если вам что-то нужно взять вот такое в работе, вы что-то делаете вот такое, спокойное, нормально все, это не кричит в работе. На утро у вас вот так выскакивает этот цвет, точно так же оранжевый. Вот так он вместо вот этого, он выскочил, вот таким сделался. Даже охра, смотрите, вот охра или сиена, что это у меня? Вот здесь она нормальная сиена, здесь она такая грязноватая, какая-то непонятная. И по поводу белого. Белый цвет, ну, знаете, белый цвет отражает полный спектр. Например, желтая краска отражает только желтые лучи спектра, все остальные поглощают. Оранжевый только оранжевый отражает. Черный поглощает все. Белый отражает все. Вот здесь он все не отражает. Здесь вот такие грязноватые, зеленые какие-то неприятные оттенки. Здесь ультимативно белый цвет, здесь непонятно что. Вот такая вот разница. Как раз-таки вот это и есть, вот эти 20% заявленных на производителе светодиодных ламп, примерно они и есть. Вот здесь разница в 20%. То есть вот это, тут даже может и больше, вот здесь по вот этому цвету. Вот этот отличается от этого по насыщенности очень значительно. Так что думайте, особенно те живописцы, которые пишут именно тонко цветом и работают с оттенками, при каком свете писать. Если уж и светодиодные лампы, вот такие как, то начинайте и заканчивайте при естественном свете окна, чтобы заложить, начать работу, заложить фундамент работы правильной и потом немножко закончить. По поводу освещения, температуры я не нашел, я привык работать последние годы. Я работал и при 4500 кельвина, при 5000, потом перешел на холодные 6500 кельвина. Считаю, что самое лучшее все-таки 6500 кельвина для работы художника. Но в России, в Москве не нашел вот эти лампы люминесцентные с температурой 6500, 5000 нашел. Хороший цвет. В принципе, он такой теплый, он более приятный, чем холодный цвет. Более приятный, но как бы немножко желтит, немножко отдает таким солнечным цветом. Художники, я читал на форумах зарубежных, они используют именно 5000. Не знаю почему. Несмотря на его желтый уклон в желтизну, используют, ну и используют. Я к тому, что я не нашел 6000, буду использовать пока что 5000. Заодно поменял везде и дополнительный свет тоже люминесцентный, то есть вот эти светодиодные тоже 5000 поставил. Они у меня были везде 6000. Поставил я их просто вот этой моей батареи не хватает. Хоть здесь сколько тут ламп? 18 ламп. Вася. 18 ламп, но их не хватает. Вася, не мешай. Не хватает для освещения вместе с окном. Все равно бывает не хватает. Дополнительно иногда включаю еще верхний свет вот таких вот ламп. Лампы обязательно со съемным колпаком. Снимайте колпаки. У меня по всей квартире, кстати, у меня много люстров такие, которые вверх смотрят. Тоже везде все снял колпачки. Вставлю или нет, вставлю, наверное, разница в цветопередаче в силе света в два раза. Почти в два раза колпак отнимает от... То есть свет 50% берет. Ну, то есть в два раза. Например, я там цифр не помню, если, например, 100 люкс дает вот такая лампочка, снимаешь колпак, на том же расстоянии 200 люкс дает. То есть кверху можно ставить смело вот эти... Они не... Ну, пыль, может, раз в год я снимаю пыль, пылесошу, руками только трогать не нужно, там они горячие, там напряжение может быть на вот этих на светодиодах. Вот так смело используйте без колпаков. Колпаки снимают... Колпачки снимаются очень просто, буквально за там две минуты, ну, отверткой, они на силиконовом клее приклеены. Вот. Еще сверху у меня дополнительное освещение. Света много не бывает. Точнее, его бывает много, если уже ставить как в операционной очень мощный свет или как в стоматологии, не знаю, где-нибудь в операционке очень много света. Это может сказаться на тональности вашей работы. Они могут быть... Вы краски освещаете, то есть можно в тенях... Вы в тенях тогда при хорошем освещении видите все, абсолютно все. То есть даже в черных оттенках вы видите маленькие различия. При нормальной экспозиции, то есть вы потом выключили этот свет, и картина... Все эти тени пропали, она темная становится. Вообще, вся картина может быть темной, и все вот эти ваши микронюансы в тенях они абсолютно не видны. Так что все-таки граница есть, как верхняя, так и нижняя. Должно быть четко, уверенно, вы должны видеть и темные различия, и светлые. Вы не должны присматриваться, у вас не должны ловить себя на мысли, что вы к чему-то там присматриваетесь, вот так вот. Освещение... У кого есть прибор, кстати, есть сейчас и в телефонах программы, я не смотрел, но есть и в телефонах люксы. У меня прибор вот такой. Стремитесь к тысяче люкс, что у вас на рабочем месте тысяча, восемьсот, тысяча оптимально. Полторы уже, может, и не нужно. Программки есть, установите на телефон. Да, что важно, светильники должны быть хорошими. У меня когда-то были плохие светильники, вот я в старом видео там много лет назад делал, я их палил, почем зря, во-первых, лампы, во-вторых, там были плохие дроссели, они у меня погорели, там их 12 штук было, они у меня половина перегорели, я их и так и выбросил всю эту батарею. Сейчас я, конечно, более купил нормальные лампы, светильники, уже с хорошим ДРЛО, там какой-то прибор, который уже хорошо запускает лампы без резкого старта, и плюс, я знаю, таким лампам, если вы такие лампы себе будете ставить, они не любят резких включений-выключений. Включили, и пускай они целый день работают, ничего с ними не станет, они не очень энергозатратные, включили, и не дергайтесь. Если сегодня не работаете, то и включать не надо, на обед уходите, тоже выключать не нужно. Вот, так и не дольше прослужит. Это я тоже почитал на каком-то форуме. Вот. Лампы дорогие, есть подешевле немножко, я уже потом почитал тоже на форуме, что смысла нету Philips, есть Osram, так эти три с чем-то, я покупал три тысячи за лампу, есть две тысячи с копейками Osram, немецкие, тоже не слишком отличаются по качеству и по цветопередаче, сейчас жалею, что купил Philips, если будут гореть или дополнительно, я буду покупать уже немножко подешевле немецкие вот эти Osram. Вот. И такой момент про качество света. Глазам намного приятнее, понятно, работать приятнее. Хочу отметить, это я и в прошлом видео отмечал, в старом своем, как ни странно, даже настроение улучшается. Связано как-то это с цветопередачей, может, витамин D, но вряд ли витамин D, но у тебя даже лучше настроение, когда у тебя хороший, приятный свет. По крайней мере, вот эти пять тысяч кельвинов, как раз они это настроение и дают такое, немножко солнечно, у тебя на улице пасмурное все. Кстати, я уже последнее время, поскольку работаю с планшетов, я даже отказался уже, когда совсем пасмурный день, я просто завешу блок-аутами два окна вот эти, работаю при стабильном вот этих лампах, ничего не скачет, тебе ничего не нужно, поправки, никакие дела, там выскочило солнышко, не выскочило, тебя это уже не волнует. Ты работаешь в хорошем освещении, глаза абсолютно не болят при этих лампах, у тебя нет такого, когда-то у меня были вот эти лампы 6500 кельвина, цвет, хоть он и правильный, холодный такой, северный цвет, цвет холодного неба, как бы, но неприятно, как бы вот такое чувство, тебе глаза немножко побаливали, субъективно это так, болели, уставали. При, вот это, при добавлении вот этой батареи, она у меня расположена рядом с окошком, у тебя такого чувства нет, ты работаешь, настроение хорошее, все видно, глаза не устают, одни плюсы. Единственный минус, дорого, к сожалению, дорого, вот эта вот вся батарея, а батарея почему большая, эти лампы, они темные достаточно, в отличие от обычных ламп, вот эти вот, они короткие, обычная лампа светит, офисная ярко достаточно, вот эта лампа, она светит намного тусклее, раза в два примерно, я когда-то мерил, когда покупал их, давно еще, светит немножко тусклее, потому что у них пять слоев люминофора внутри, они, кстати, поэтому дорогие, там спецлюминофор, который Вася, который дает вот это, как раз таки, правильную цветопередачу, он же и, собственно, является фильтром, который понижает силу света, поэтому вот такая мощная батарея, я бы еще, наверное, лампы 12 добавил, может быть, со временем и добавлю, что дает такое расположение у окна, окно дает свет, левый, правильный свет для правши, слева должен быть свет, и вот эта батарея, она большая, вертикальная, и как большой, такой вот, как это у фотохудожников называется, софит, или как-то вот это вот называется, он дает такой, блики вроде бы есть, на планшете есть, но он большой блик, он как бы не так, как бы заметен, в краске, в палитре, он не так заметен, вот как ни странно, когда ты включаешь вот такие точечные, более-менее светильники, вот эти у меня верхние были, они давали такие жесткие блики, которые мешали работать, вот эта большая площадь вот этой батареи, из этих ламп, такое ощущение не дает, как это более, как рассеянный такой приятный свет, как бы этот эффект немножко снят, вот, так что у меня вот такое, такое расположение, неплохое, оно у меня получилось, потому что я прожалел потолок, ведь прибил к откосу как-то и хорошо, и все нормально, точнее не пожалел потолок, мне его не жалко, поленилось, сложно все это проводить на потолке, вот, вот такое видео, так что советую, кто-то, кому-то хватает, если ближе расположить этих ламп, и меньше, конечно, хватит, если взять как-то на, но, здесь не забывайте, тоже важный момент, про квадрат расстояния, чем ближе у вас будет этой светильнике, особенно, ну, с одной стороны, у вас будет одна сторона холста ближе, которая к лампам освещена, с одним освещением, сила света вторая, даже на небольшом расстоянии, будет намного темнее, то есть, ну, вот, если я уже считал, рассчитывал, что это значит, это заметно, это сфотографируешь заметно, это и глаз заметно, хоть и психика у нас немножко поправки делает, на это дело мы поправляемся, так неосознанно, но имейте это в виду, то есть, лучше подальше, у меня здесь примерно до рабочего места, где-то два метра от этих ламп, вот, это уже более-менее нормально, то есть, не к потолку повыше, делаем, ну, подальше, или на две стороны разносим, тогда можно и поближе, вот такие моменты, так что рекомендую, кто занимается профессионально, кто занимается профессионально, то вообще, конечно же, очень важно работать при хорошем свете, если нет возможности работать у большого окна, вот, спасибо за внимание, успехов в творчестве, до встречи на моем канале, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok